Всем привет! В CoinMarketCap есть огромный список DeFi-проектов, которые можно посмотреть, если нажать на соответствующую вкладку. Что это такое и почему оно стало таким популярным за последний год? Это тема урока. Сегодня мы разберемся, что такое децентрализованные финансы, DeFi, и как на этом можно хорошо заработать с помощью пассивного источника дохода. В криптосообществе это называют фармингом. Чтобы понять суть DeFi, нам нужно немного вернуться в прошлое и повторить знакомую операцию в кошельке MetaMask. Вы же помните, как мы совершали своп с помощью смарт-контракта? Итак, заходим в MetaMask и совершаем своп-обмен эфириум на альткоин Shiba Inu. Для этого нужно нажать на кнопочку «Своп», указываем здесь количество эфириумов, которые планируете обменять на криптовалюту Shiba Inu. Здесь выбираем токен Shiba, дальше нажимаем «Ревью своп», внимательно ознакомливаемся с деталями транзакции. Как видно, здесь у нас будет комиссия 45 долларов, и нажимаем на кнопочку «Своп». Операция занимает какое-то время. На наших глазах произошла удивительная вещь. Обмен монет происходит без участия банков, людей или других гарантов. Обмен происходит не с помощью централизатора – обменника, биржи или банка, а децентрализованно. В автоматическом режиме с помощью смарт-контракта. И это крайне необычно. Вдумайтесь, тысячи лет любая менная операция денег требовала централизатора, биржи, человека или организации, которые гарантировали и осуществляли такой обмен. Причем всегда очень остро стоял вопрос доверия, потому что централизатор может вас обмануть, если захочет. Централизатор легко может забрать ваши деньги, если это нужно ему, королю, налоговой или государству. Фактически при любой менной операции необходимо достаточно доверять централизатору, который ее осуществляет. И вот сейчас, впервые в истории, благодаря технологии блокчейн, мы получили возможность совершать обмен без централизатора. Теперь нам не нужно доверять деньги кому-то. Обмен совершается децентрализованно с помощью смарт-контракта внутри блокчейна. Это программа, которую никто не контролирует, так же, как никто не контролирует повышение температуры после восхода солнца. Есть условия – восход солнца, или заявка на обмен денег. И есть последствия – повышение температуры и совершенный обмен денег. Не нужно никому доверять, не нужно рисковать. Все происходит децентрализованно. Просто потому, что таковы правила. Когда мы используем эту систему для работы с деньгами, то она называется DeFi – децентрализованные финансы. Если вам нужно обменять условный эфириум на тезер USDT, то это можно сделать старым способом – с помощью централизованной биржи Binance. Либо это можно сделать новым способом – с помощью децентрализованного кошелька Metamask или децентрализованной биржи, такой как Uniswap. В первом случае сделку гарантирует централизатор Binance, а во втором случае сделку гарантирует смарт-контракт. Хорошо, скажете вы, но как же мне на этом заработать? С помощью кредитования децентрализованной биржи. Ведь у смарт-контракта нет своих денег, это программа. Можно сказать, это правило или закон, по которому осуществляется обмен. Однако для быстрого обмена нужны еще и быстрые деньги. Где их взять? Например, у человека есть тезер USDT, и он хочет купить эфириум. Откуда взять этот эфириум? На централизованной бирже, такой как Binance, этот вопрос решается легко с помощью встречных заявок. Вы можете их видеть в биржевом стакане. Есть заявки на покупку и есть заявки на продажу. Но как быть, если нет централизатора и, соответственно, нет стакана и нет заявок на продажу? Как выполнить смарт-контракт? Для этого нужен некий постоянный запас монет, который позволяет быстро удовлетворять заявки. То есть, чтобы система работала, нужны люди, которые дадут ей некий запас, пул ликвидности. А кто даст свои деньги просто так? Конечно же, никто. Значит, нужно этих людей награждать комиссией за то, что они дают пользоваться своими деньгами. Собственно, в этом и заключается суть фарминга DeFi. Вы отдаете свои деньги в пул ликвидности по определенному направлению. Например, монету USDT и Ethereum. Это позволит системе совершать децентрализованные обмены быстро. Ну а вы получаете за это награду. Можно получать 20, 30, 50 и больше процентов годовых. Фактически, можно сказать, что вы кредитуете своими деньгами децентрализованную биржу. Или можно сказать, что вы кредитуете своими деньгами децентрализованные обменные операции. И получаете за это хороший пассивный доход. Как это все работает на практике? Для начала вам нужно выбрать блокчейн и проект. Отличным сервисом для поиска доходных проектов является DAP Radar. Тут можно переключать блокчейны и выбирать в них децентрализованные биржи и направления. Чаще всего фарминг DeFi происходит внутри одного блокчейна, но с двумя разными монетами на этом блокчейне. Скоро это изменится, потому что идут работы над свопами между разными блокчейнами. Но на данный момент самая популярная схема — это свопы внутри одного блокчейна. Например, для блокчейна Ethereum самой популярной DeFi-площадкой является Uniswap и Sushi. А для блокчейна Binance Smart Chain самой популярной площадкой является PancakeSwap. Binance ничем не хуже эфира. Во многих вещах, например, в комиссии за транзакции даже лучше, потому что комиссия съедает максимум 10-15 центов. Это сильно лучше, чем в сети эфира на данный момент. Для работы с DeFi вам нужно подключить браузерный кошелек и настроить работу с нужным блокчейном. Знакомый нам кошелек Metamask прекрасно подходит для этих задач. Изначально он настроен на работу с сетью Ethereum, то есть мы сразу можем работать с DeFi-площадками на Ethereum, такими как Uniswap и Sushi. Если мы хотим работать с другим блокчейном, то нам нужно его добавить в настройки кошелька. Делается это следующим образом. Допустим, мы хотим заработать с помощью площадки PancakeSwap. Она находится на блокчейне Binance Smart Chain. Значит, нужно добавить эту сеть в настройки нашего браузерного кошелька. Идем в Google и забиваем BSC Metamask, что означает Binance Smart Chain и кошелек Metamask. После этого внимательно читаем инструкцию, открываем наш браузерный кошелек Metamask, заходим в раздел «Настройки», «Добавить сеть» и добавляем информацию в соответствующие поля, после чего нажимаем «Save» и сохраняем эту сеть. Давайте в качестве практики поработаем на двух популярных площадках — это PancakeSwap и Uniswap. В каждой из них много вариантов по доходности и пулам ликвидности. Для работы с PancakeSwap нам понадобится кошелек Metamask, в который мы только что добавили сеть Binance Smart Chain. В целом, если вы работаете с децентрализованными финансами, рекомендую обзавестись кошельком холодного хранения, так как это повысит безопасность ваших активов. Итак, подключаем кошелек Metamask, и мы практически готовы к работе. Для того, чтобы настроить фарминг, нам понадобятся средства. Для этого можно воспользоваться криптовалютой BNB, которую можно приобрести на криптобирже Binance. Это их нативный токен BNB. После чего вывести этот токен на свой кошелек Metamask. Для этого переходим во вкладку Binance, раздел «Рынки», ищем валютную пару BNB-USDT и устанавливаем лимитный или маркет-ордер на покупку этого актива. Когда сработал ордер, переходим в раздел «Кошелек» и напротив BNB нажимаем «Вывод». Теперь копируем адрес нашего кошелька из Metamask, вставляем из буфера обмена этот адрес в соответствующее поле, выбираем количество монет для перевода и обязательно указываем при этом сеть BIP20, потому что Pancake работает с токенами BIP20. Если, к примеру, перевести BNB на адрес PIV2, то монеты просто не дойдут на кошелек. Будьте очень внимательны. Мы успешно перевели BNB на кошелек Metamask. Теперь снова открываем сайт Pancake. Перейдем во вкладку «Обмены», «Эксчендж» слева вверху, и самое первое, что мы тут можем сделать, это предоставить свою ликвидность людям для того, чтобы они обменивали свои средства, и зарабатывать на этом. То есть мы предоставляем наши средства для того, чтобы осуществлялись автоматические обмены. Тут в силу вступает автоматический маркет-мейкинг. То есть здесь нет классических ордеров, как на Бинансе. Если, к примеру, мы будем использовать пару BNB и монету Cake, то когда пользователи будут в автоматическом режиме обменивать BNB на Cake и Cake на BNB, мы будем получать за это свою долю комиссии. Тут мы выбираем BNB и в нижнем поле Cake. Давайте сделаем одну монету Cake. Далее нажимаем Swap, подтверждаем операцию. При этом сеть у нас спишет небольшую комиссию в токенах BNB. После этого подтверждаем операцию в Metamask. Все, готово. Теперь давайте более подробно поговорим о фермах. Как видно, у нас тут предоставлено большое количество ферм. У каждой из них разная доходность. APR — это средняя годовая доходность. Мультиплайер, в свою очередь, это множитель, с каким фармятся монеты. Например, на паре Cake BNB у нас множитель 40x. И мы получаем годовую доходность среднюю 42,74%. От дня ко дню доходность может изменяться. Давайте создадим пару Cake BNB. И здесь у нас сначала нужно эту функцию включить. Нажимаем Enable. Подтверждаем операцию в кошельке Metamask. За это у нас снимется 12 центов. И теперь у нас есть возможность выбрать пункт Stake LP. LP — это токен Liquid Pool. Для того чтобы нам начать фармить, нам нужно его создать. Создается он из пары Cake BNB или BUSD BNB. Для этого мы снова возвращаемся в раздел Trade — Ликвидность. Нажимаем Добавить ликвидность. Выбираем токен BNB и в нашем случае Cake. Указываем 0,5 Cake. И у нас автоматически подтянулось количество токенов в BNB. При создании пары учитывайте такой момент, что соотношение всегда должно быть один к одному. И при фарминге может быть такой фактор, как непостоянная потеря. Простыми словами, это перераспределение активов. Безопаснее всего использовать пару стейблкоинов. Например, BUSD и USDT. Потому что у них стабильный курс, и такой фактор, как постоянная потеря, стремится к нулю. Вы будете зарабатывать исключительно на комиссиях. Вообще, с таким фактором, как непостоянная потеря, рекомендую ознакомиться в интернете самостоятельно. Потому что на небольших суммах эта потеря, возможно, небольшая. Если же сумма большая, то потеря эта может быть также большой. Отлично. Мы только что дали разрешение на работу со смарт-контрактом Cake. Теперь у нас есть возможность добавить ликвидность. Выбираем нужное количество BNB или Cake'ов и нажимаем на кнопку Supply. Внимательно проверяем все параметры. Среди них это количество BNB, количество Cake'ов. Помимо этого, тут указана наша доля в пуле. В итоге мы получаем LP-токен, то есть объединенный токен BNB и Cake'а. И именно этот токен мы будем далее закладывать в ферму для получения дохода. Транзакция прошла успешно, и мы получили токен ликвид пула. Возвращаемся в раздел фермы. Напротив пары Cake BNB нажимаем кнопку Stake LP. Указываем максимальное количество и подтверждаем. Готово. Теперь наш токен находится в ферме, и он будет генерировать доход в размере 42,75 в год. По истечении какого-то времени можно открывать эту страничку и нажимать на кнопку Harvest, то есть получать свою награду на кошелек внутри этого сервиса. Подобным образом давайте запустим фарминг пары BNB и BUSD. Для этого снова переходим в раздел Exchange. Выбираем токены BNB и BUSD. После чего нажимаем на кнопку Swap. Теперь у нас есть на балансе определенное количество токена BUSD. Переходим обратно в раздел Liquidность. Нажимаем Добавить ликвидность. Указываем в верхнем поле токен BNB и в нижнем поле BUSD, после чего нажимаем Enable BUSD. Готово. Теперь мы создали токен LiquidPool, который сейчас разместим в фарминге. Для этого открываем вкладку фермы. Напротив BUSD и BNB нажимаем StakeLP. Выбираем максимальное количество и подтверждаем наши действия в кошельке MetaMask. Готово. Теперь у нас фармятся такие валютные пары, как Cake BNB, а также BUSD BNB в сервисе Pancake. И когда пользователи будут в автоматическом режиме на децентрализованных биржах обменивать такие монеты, как Cake BNB, а также BUSD BNB, мы будем получать за это вознаграждение. Награды будут начисляться автоматически или вручную, если нажать на кнопку Harvest. После того, как мы получили доход от фарминга, мы можем либо вывести его, либо продать. Также мы можем прямо внутри площадки PancakeSwap застейкать полученный доход. Для этого мы открываем слева вкладку Pools и выбираем токен, который хотим добавить в стейкинг. В нашем случае мы будем увеличивать количество токенов Cake, базового токена этого сервиса, потому что проект активно развивается, и этим сервисом пользуется все большее количество людей. В поле для поиска мы печатаем Cake, и напротив AutoCake нажимаем на кнопочку Detali, Details. И здесь, в свою очередь, нажимаем Enable Pool, после чего мы подтверждаем действие в метамаске. И теперь у нас получилась возможность включить стейкинг криптовалюты Cake, токена Cake. Давайте это и сделаем. Нажимаем на кнопочку Stake. Здесь мы выбираем максимальное количество, которое у нас доступно. В нашем случае это 0,5 Cake. После этого мы подтверждаем операцию с помощью кошелька MetaMask. Нажимаем на кнопочку Confirm, то есть подтвердить. Таким образом, только что с помощью сервиса PancakeSwap мы запустили фарминг таких пар, как Cake BNB и BUSD BNB, а также подключили стейкинг такой криптовалюты, как Cake. Еще один проект, с помощью которого можно запустить фарминг, это Uniswap 3.0. Тут у нас есть поставщики или провайдеры ликвидности, которые, в свою очередь, предоставляют свою криптовалюту для торговли в обмен на получение процентов и других вознаграждений. Любой пользователь может стать поставщиком ликвидности. Для этого нужно внести в пул эквивалентную стоимость токенов Эфира и токенов ERC-20. Пул ликвидности состоит из двух криптовалют, которые находятся в смарт-контракте Uniswap и доступны для обмена между пользователями. Здесь они также постоянно корректируются, изменяя запасы токенов, для того чтобы сохранить баланс 50 на 50 каждого актива в пуле ликвидности. За каждую сделку в пуле поставщики получают вознаграждение в размере 0,3 от суммы сделки, которая делится между всеми поставщиками пропорционально их доле в пуле. Будучи поставщиком ликвидности, у вас есть возможность или добавить эту комиссию обратно в пул, чтобы увеличить свою прибыль, или вывести средства в любое время. Для того чтобы добавить ликвидность, перейдите на вкладку «Пулы» в верхнем левом углу, затем нажмите «Новая позиция». Здесь выбираем пару токенов. Обе монеты должны быть на вашем кошельке. Справа вы увидите график, на котором можно устанавливать диапазон цен. Уровень комиссии здесь также можно регулировать. Дальше вносим сумму одного из них. Сумма второго токена заполнится автоматически, эквивалентно первому. Далее подтверждаем транзакцию с помощью своего кошелька MetaMask. Там же настраиваем плату за комиссию и ждем, пока транзакция будет выполнена. Ваши новые токены поставщика ликвидности будут автоматически отправлены на ваш кошелек. Вознаграждения можно получить, сняв ликвидность. До этого времени они будут накапливаться в пуле в режиме реального времени. Uniswap постоянно модернизируется. В мае 2020 года было выпущено обновление Uniswap версия 2.0. Это обновление привлекло новых пользователей. Однако оставался вопрос неэффективного использования капитала, который возникал из-за того, что пользователи поставляли ликвидность вне зависимости от волатильности актива. Uniswap версии 3 в свою очередь внесла значительные улучшения в протокол. А именно ввела понятие концентрированной ликвидности, что дает пользователям возможность поставлять ликвидность в определенных ценовых диапазонах. Другими словами, поставщики ликвидности теперь могут устанавливать индивидуальные диапазоны цен, для которых хотят предоставить ликвидность. Это должно увеличить концентрацию ликвидности в том ценовом диапазоне, в котором происходит большая часть сделок. Теперь провайдеры ликвидности будут зарабатывать на торговых комиссиях меньше, чем профессиональные игроки, которые постоянно совершенствуют свою стратегию. Таким образом, очень легко можно установить свой собственный ценовой диапазон. Для фарминга DeFi чаще всего нужно купить две монеты в соответствующей полу ликвидности. После этого вы начнете получать пассивный доход. Количество ваших монет будет прирастать. В этой схеме есть только один большой риск – волатильность. Если цена на монеты пойдет вниз, то ваш пассивный доход может полностью исчезнуть. Этот риск можно снизить, если будут стейблкоины в качестве одной из монет. Однако в таких парах и возможный пассивный доход также будет снижен. Работает общее инвестиционное правило – чем меньше риск, тем меньше доходности. И наоборот. Итак, какой же фарминг DeFi выбрать? Нужно обратить внимание на размер пула ликвидности – чем меньше, тем лучше. И на объем транзакций за 24 часа – чем больше, тем лучше. Эти два параметра показывают то, насколько часто ваши деньги будут работать. А значит, насколько часто вы будете получать награду за их использование. Ну а теперь можно перейти к практике. Продолжение следует...